Привет, парни! Это Мэтфорд из Мэтфорд Найф. И похоже, что холодная война снова разгорается. И несмотря на это, капитализм всё превозмогает, и мы, несмотря ни на что, продолжаем вести бизнес с Россией. Итак, Мэтфорд Найф собрал уже целую кучу ножей для отправки в Россию, в город Санкт-Петербург. Это, кстати, не тот город, где Василий Зайцев прославился как снайпер. Ну, я думаю, это кто-нибудь сможет под видео уточнить в комментариях. Вот тут у нас письмо с заказом и обратным адресом. purchase p-r-c-h-a-s-e-s-o-b-a-s-u-m-e.ru Это если вы вдруг им захотите написать или позвонить. Или вот сайт www.kosumi.ru Мы сделали большие ножи для России, потому что Россия большая. И станет ещё больше, если расширится на пару стран типа Украины. Просто небольшая шутка из Аризоны, США. Окей, поехали. Давай, подходи сюда поближе, заснимем. Тут не хватает Fat Daddy. Он сейчас проходит финальную обработку. Здесь TFF-1 в исполнении G-10. Micro Praetorian Drop Point. Viper. Micro Praetorian G. Ах да, извиняюсь, просто Praetorian G. Drop Point Praetorian T, весь в Титане. Drop Point Praetorian G. Drop Point Praetorian T. Великолепный мародёр TFF-2. Micro Praetorian, оранжевый такой, с оксидированием на лезвии. Окей, теперь камеру на меня. Парни, вы знаете, я не особо-то милашка. Вы знаете, как меня зовут. И я знаю, что моя жена просто прелесть. Но она так и не научилась пользоваться камерой. И поэтому все мои видео... Отстой! А, просто шучу. Окей, то, что я сейчас показал, очень репрезентативная выборка из заказа моих русских партнёров. Потому что ребята из Косуми заказали небольшой ряд моделей, но в очень разном исполнении. Поэтому у них пока не будет кучи разных ножей, а будет только множество тех, что я показал с различной финишной отделкой. Правильно, дорогая? Вот я смотрю на их заказ и вижу, что они заказали TFF-1, TFF-2, кучу разных Praetorian и Micro Praetorian. А, и да. Вайпер снят с производства. Потому что парни, которые купили бренд Шраде, пригрозили мне судом за использование названия Вайпер. Потому что, видите ли, кто-то может перепутать мой 950-долларовый 10,5-дюймовый флиппер Вайпер с крошечной 90-долларовой китайской фронтальной выкидухой. Вот поэтому этот нож теперь пока не выпускается. Я больше не могу носить футболку Вайпер. Думаю, мы сменим как-нибудь название. Пару букв. Будет какой-нибудь Зачтойпер. Эти парни вообще теперь всем угрожают. Купили компанию, и теперь обещают засудить всех, кто использует похожие названия. Забавно. Они даже к Крису Риву постучались с такими угрозами. Я думаю, Крис Рив на Блэйд-шоу просто подойдет к ним, вынет из коробки нож и пнет эту коробку куда подальше. На самом деле, это такие мои злые фантазии. На самом деле, Крис хороший человек. Я еще слышал, что эти ребята обратились к Вайпер Найвс, итальянской компании, которая работает вот уже более 27 лет под этим именем. Они работали с Шраде, еще когда компания была нормальной, до того, как эти парни купили ее. И вот, даже эту компанию Вайпер Найвс, с которой Шраде раньше сотрудничала, они пытаются заставить сменить название. Для меня это абсолютнейшая бессмыслица, но большинство адвокатов... Да ладно. Все адвокаты, тем не менее, считают, что если что, я это дело проиграю. В любом случае... Привет, Россия! Спасибо за покупку. Для всех российских клиентов, которые звонят мне сюда и спрашивают, когда же мои ножи появятся в России, вот сейчас мы их туда и отправляем. И в будущем, я надеюсь, мы еще пошлем сотни и сотни и сотни, а может быть и тысячи ножей в Россию. Я спрашивал, «А недороги ли для России мои ножи?» «Будут ли продаваться?» Но мне сказали, «Мы в России любим ножи, и денег у нас много». Все, что я знаю, это что я вырос в ожидании большого ядерного взрыва. И как морпех, я изначально был закреплен за холодным подразделением. Нас готовили к холодной погоде и бескрайним ледяным полям стран бывшего Советского Союза. Потом мне пришлось побывать на Среднем Востоке. И там мы начали Первую нефтяную войну. У нас сначала были банановые войны, а потом вот нефтяная. Ну и вот теперь я сделал эти ножи и отправляю их в косу. Эмми трясет головой за камерой. Все говорят, «Верните Эмми обратно». Это безумие какое-то. Я стрёмный. Ты, конечно, лучше выглядишь, это точно. А со мной ты выглядишь еще лучше. Она выглядит прекрасно. Но когда она стоит рядом со мной, она выглядит еще лучше. Ладно, давай вернемся к ножам и не будем обсуждать, как эта растерженная женщина в очередной раз надерет мне задницу после этого видео. Окей, вот еще почему я здесь. Кто из вас продает свои ножи в Россию? Немного, правда? А в основном все просто хотят узнать, как тут у нас дела. В общем, я вернулся из своей поездки прошлым вечером. У меня тут один очень интересный проект. Сегодня первый день на производстве. Прошелся тут везде. Навел немного шороху. Подбодрил народ. И вот теперь делаю видео о том, что мы отправляем ножи в Россию. Ну, а для вас, парни из России, которые немного говорят по-английски, вот вам ножи. Теперь звоните в Косуми и спрашивайте о них. Ребята из Косуми настоящие профессионалы. У них такое японское название, потому что они были первыми, кто привез японские ножи и японскую культуру в Россию. Я думаю, я сейчас правильно рассказал. Да, Эмми? Да. Окей, круто. Я могу сказать «да». Окей, ребята, хорошего вам дня, хороших выходных и небольшой анонс. Через неделю мы покажем один крутой нож. Я надеюсь, вы сможете его увидеть. Почему через неделю, а не на следующий? Мы уезжаем на крутое ножевое шоу в Гонолулу. Я там когда-то был как турист. Но уже особо не помню ничего. Поэтому надеюсь, вы, местные из Гонолулу, придете туда и покажете мне, как вы там развлекаетесь. Я не знаю, что это может быть. Может, вы мне покажете, как убить дикого кабана с помощью зубочистки. Я не знаю. Но я хотел бы получить какой-нибудь местный опыт, окунуться в местные традиции. Ну и еще. Через неделю мы отправляемся в Майами. Я знаю, вы там все ребята взрывные. Поэтому мы поедем туда, будем вместе собирать ножи, привезем туда клеймо МКТ и поставим его на нож, который будет самым тактическим среди всех. В общем, встряхнем Майами немного. Как вам такое? Ну и потом поваляемся на пляже с сигарами, конечно. Это был Мэтфорд. Из Мэтфорд Найф. Конец связи.